400 метров Волжского берега вернут саратовцам. Глава города осмотрел работы по благоустройству нового участка солярия в Затоне и сообщил, что эту территорию в будущем ждут глобальные изменения. Какие именно и когда, узнал наш корреспондент. На пляжах Затона идет большая реконструкция. На месте бывших частных владений расчищают место под новый участок муниципального пляжа. Эти развалины бывшие павильоны, домики и кафе базы отдыха Виктория. Обычно сюда можно было пройти лишь избранным и по билетам. 400 метров Волжского берега за забором. Это неправильно решили городские власти. У нас в планах полностью расчистить территорию, убрать вот эти все лодочные здесь станции и сделать полную зону отдыха, пляжную зону отдыха для жителей. Со стоянками автомобильными, значит, со всеми структурами необходимы для того, чтобы жители могли сюда приезжать бесплатно, отдыхать, загорать и купаться. Открыть горожанам доступ к Волге по всей береговой линии – одна из важных инициатив главы Саратова. Но многие предприниматели отказались освободить прибыльные участки. Так и здесь бывший арендатор земли не пожелал освободить территорию. Три года тянулась судебная тяжба. Суд признал правоту муниципалитета и постановил незаконные постройки снести. Этим сейчас и занимается специальная техника. Мы стараемся до холодов, до снега все это сделать. Вот, почистить зону от поросли и спланировать территорию для того, чтобы в следующем году уже завозить песок. Вообще в планах главы города благоустроить весь берег Затона от насосной станции до автомобильного моста. А параллельно решить и другие проблемы инфраструктуры поселка. У нас в дальнейших планах будем выкупать левую сторону все эти строения, делать большие стоянки для автотранспорта и соответственно расширять дорогу, как мы называем серпантин, для того, чтобы обеспечить проезд для жителей города, чтобы не было провок. Но расселение домов и расширение дороги, что называется, далеко идущие планы, требующие финансирования. Речь идет о сумме в сотни миллионов рублей. Новый городской солярий – проект более дешевый и скорый. Глава города пообещал, что саратовцы смогут понежиться на солнце у реки уже следующим летом. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.